Представители знака Зодиака Рак, здравствуйте, мои дорогие! Торопрогноз – гороскоп на неделю с 1 по 7 января 2024 года. Давайте узнаем подсказки карт. Будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, у нас сегодня колода, 78 дверей, метафорические карты, что вы, глядя на вот эти аллегорические образы, сумеете какую-то свою ситуацию просчитать на пару шагов вперед. И принципиальное значение в этой колоде имеют двери. Открыты они или закрыты. И какой ключ нужно найти? А может быть, куда-то и не следует ломиться. Может быть, мы туда вообще не пойдем. Вот давайте узнаем. Я вас поздравляю всех от всей души с Рождеством, с Новым Годом. Будьте милосердны к самим себе, мои дорогие. Будьте счастливы, будьте любимы всегда. Это очень важно. Итак, первая карта. Что важно знать или что для вас будет в приоритете на неделе? Чего не избежать? Чему сейчас не время? А что вам будет помогать? Что будет радовать? Достанем карту, что скрыто. Может быть, чему-то вы не придаете значения. И по основным сферам жизни – дело, работа, бизнес, энергия, денег и что в личной жизни. Итак, что важно знать? Ух ты! Нечего добавить. Карта императора. У вас сейчас сильная позиция, когда вы можете определить основные направления своей жизни. Хоть в чём? Хоть в работе, хоть в бизнесе, хоть в каких-то делах, которые касаются, кстати, согласованиями с высокими чиновниками, представителями власти, поиск какой-то информации, вообще какие-то фундаментальные, такие важные дела. Несмотря на то, что это неделя, она не самая, наверное, продуктивная за счёт праздников, но всё же у вас сильная позиция. И старший аркан никогда не проигрывается в течение одной недели, поэтому и планетарно для вас как раз 24-й год должен начаться с таких позитивных моментов. И что бы ни было в прошлом, повторюсь, позиция сильна, и именно определиться, чего же я хочу. И нет ничего невозможного. По этой карте император всегда имеет какую-то цель, своё намерение, и он сохраняет свои как позиции, и где-то для того, чтобы его намерение осуществилось на тысячу процентов, он готов подкорректировать мелкие планы. Может быть, и для вас какая-то вот та самая коррекция, и у нас изображён как будто земной шар перед императором. Нет каких-то препятствий. Самое главное быть открытым миру, новым возможностям всё подмечать и уважать власть, уважать систему иерархии. Если приходится чего-то подождать, значит, где-то так тому и быть. Если придётся, например, согласовывая тот или иной документ, войти не в одну дверь, а в пять, может быть, этих дверей, и собрать пять подписей, примите к сведению. Да, это такова система иерархии. Если мы её уважаем, тогда она работает для нас в плюс. Каковы неожиданности? А вот неожиданности, да, сильная позиция, а неожиданности – это, может быть, как эмоция, четвёрка кубков, отчасти карта апатии. И посмотрите, человек нам показан, мы говорим, двери открыты или закрыты? Если перед императором врата распахнуты и земной шар, и все возможности, то здесь сам человек закрыл двери, уединился и возле телевизора устроил себе трапезу. Вы сами можете как будто захотеть. Я никого не хочу ни видеть, ни слышать. Я хочу взять в чём-то паузу. И мне всё надоело. Я от чего-то устал. Но карта нам сразу говорит, человек не выглядит довольным. Если вы что-то искусственно ставите на паузу или вы от чего-то отказываетесь, вряд ли вам это добавит хорошего настроения. Самая главная задача – выйти из этого состояния, выйти из комнаты, наверное, мои дорогие, как у Бродского, быть именно открытым новым возможностям, так и новым каким-то событием, новому общению, может быть. Не пребывать в одиночестве, хотя накатить вот такая эмоция может. Чему сейчас не время? Не время надеяться, кстати. Вот четвёрка кубков иногда проигрывается психологическое наше состояние, когда я словно, правда, в ракушку свою прячусь, потому что есть пережитые эмоции, есть то, что оно у меня словно не перегорело, ещё не отболело. И меня куда-то тянет назад или хочется абстрагироваться. И вот девушка абстрагируется таким образом, что двери закрыты, и она решила нарисовать открытые в надежде, что закончит рисунок, и настоящие двери распахнутся. Этого не произойдёт. Чему сейчас не время? Не время где-то тому, что мы пребываем в иллюзиях, надеемся, что какое-то дело разрешится само, без нашего участия. Или как-то произойдут стечения обстоятельств, что вдруг двери какие-то распахнутся перед нами сами по себе. Нам по карте императора уже говорят, наоборот, всё контролировать. По карте императора нам говорят, удерживая свои позиции. Это в первую очередь император собой занимается, да, как своим добрым именем, как финансами, как тем, что у него всё вообще должно быть скруплёзно, под контролем, но уж точно не где-то рисуя возможные открытые двери взамен закрытых. Поэтому по этой карте есть ещё такое значение, семёрка мечей, как карта вора. Тут надо быть больше и ближе к реальности, быть аккуратным с электронными системами денежными и расчёта, потому что не исключается у нас теперь и фишинг, не переходить по каким-то непонятным ссылкам, быть аккуратным и, может быть, проверить пароли аккаунтов. Здесь не оплошать будет важно, быть хитрее нам говорят, где-то подмечать в нюансах те события, которые происходят вокруг вас. Это карта самосохранения, поэтому, ну, быть таким предельно внимательным определённо стоит. Что будет помогать? Ваша карта, мои дорогие, интуиция ваша будет помогать, семья, может быть, люди, которые вас любят, которые откликаются на ваши, может быть, предложения, может быть, и вам, как подарки какие-то, приятные эмоции, хорошее настроение, ласка, нежность. Всё проходит по этой карте. Или ваши планы вам тоже помогают. Мы говорили, император, у него есть свои намерения и цели, и это в целом вам тоже будет дважды помогать. То, что вы хотите осуществить, или назовите это новое качество жизни. Вот если себе нарисовать эту картинку ментально, чего же я хочу в конечном итоге? Тут самое главное знать чётко, вот видеть словно, визуализировать тот конечный пункт, куда вы идёте, или хотите прийти, или что вы хотите получить. Или, к примеру, видеть себя конкретно в той должности, которую вы хотели бы иметь. Вот эта визуализация, она помогает. Но если или узорность, или пустые надежды, определённо нет. Это где-то тогда у нас вот по четвёрке кубков проходит. Давайте узнаем, что же скрыто. Король Пентакли, вы знаете, это скрыто. Вообще, это люди, которые создали себя сами. Для кого-то это может быть поддержка человека, может быть конкретного человека, который рождён под знаком Зодиака. Телец, Дева, Козерог. Вообще, какая-то сильная позиция ваша на теперешний момент, но она выпадает скрыто, то есть энергетика такова. Видимо, да, вот карта Император. Вы можете устроить себе какой-то сеанс сомнений вместе с тем, что я бы, может быть, хотела или хотела осуществить. А нужно видеть реальность и осуществить именно то, что наиболее сейчас актуально и важно. Именно на событийном уровне, а не в наших иллюзиях или, наоборот, сомнениях. Если мы говорили, двери открыты или закрыты, это как будто вы можете открыть, это как оказия может быть. Это может прийти какая-то информация, и у нас человек показан, король, который двери, двери сейфа в данном случае, и он пересчитывает свои сокровища. Удачный, может быть, поворот событий в ближайшее время, которые вы на этой неделе можете не увидеть, именно для вас со знаком плюс что-то по деньгам решить. Или приход денег, которых вы, может быть, ожидали, а они задерживаются, у кого-то и так проиграются. Либо человек, либо ваша прочная позиция, либо решение финансового вопроса. Дела, работа, бизнес. Четверка мечей. Ну, сама по себе карта где-то неторопливости, неспешности, паузы. И здесь может быть двояка. Нам изображен человек, который всем своим видом показывает, что он как бы слепой. Но его трость не направлена в сторону двери. Нам показаны закрытые двери, он как будто туда даже не собирается идти. Почему я говорю, что как бы слепой, он не похож на слепого. Если мы уберем эту трость, человек прекрасно сложен. Просто в темных очках проходит мимо закрытой двери. Вот такая картинка. Вы можете что-то демонстрировать, если есть вопросы, по которым вы не определились. Когда не да и не нет. Я не знаю как. Но и отказаться я от чего-то не могу. Но и согласиться с чем-то или дать кому-то обещание тоже. Вот такое может проиграться. И в отношении вас человек может таким же образом тоже думать. Может быть сами по себе дела, которые требуют обдумывания. Или когда, может быть за счет праздников, правда, какое-то дело вы не можете ускорить. И как будто я в теме, вы хотите продемонстрировать. Или вам это демонстрируют. Но сказать, что мы получаем какой-то ответ на этой неделе. Вопросы определенные у вас решатся. Может быть что-то как раз конкретное на пороге. Но нам сказали, что король Пентакли еще в позиции скрыта. Поэтому как важные документы, какие-то возможности. Кое-то хоть по финансам. Хоть, кстати, по вашему жилищу, например. Или еще какие-то другие варианты, которые вы себе планировали. Может быть, вот те самые документы еще пока не на этой неделе. Или какие-то важные решения. Или, мои дорогие представители знака Зодиака Рак. Это вы можете поставить что-то на паузу. Потому что у вас, посмотрите, четверка кубков в картах Андре. Потому что я не знаю как. И я вообще ничего не хочу. Вот у каждого проиграется по-своему. У кого-то пауза связанная с обстоятельствами. А для кого-то это вы сами ставите что-то на паузу. Финансы. Ну, здесь определенная перезагрузка. Кто-то из вас может просто подсчитывать. Посмотрите, две семерки. Две четверки. Ну, наверное, есть и то, куда вы не торопитесь, мои дорогие. Но есть еще и помимо вас обстоятельства вашей жизни, которые не способствуют какому-то быстрому разрешению вопросов. Или принятию решений. Семь – это всегда своеобразная перезагрузка. Когда мы больше сохраняем свои позиции. Если по семерке мечей мы говорили, карта вора. Денежный вариант, да, или то, что касается вашего имущества, сохраняем. То здесь тоже важно. Это называется еще карта иллюзорного успеха. Когда нам могут помешать какие-то эмоции, как со знаком плюс, так и с минусом. Минусом я имею в виду какая-то глубокая философия, она тоже не нужна. Есть какая-то реальность. Вот, вот опять же, не случайно скрыто. Вы как будто можете в этот период, несмотря на вашу очень сильную позицию, в то же время быть очень подвержены эмоциональному фону, который сформирует для вас как будто видимую реальность. А на самом деле будет что-то иначе. Поэтому, ну, наверное, не закрывайтесь от событий жизни. Здесь больше быть активным, но не в плане ваших каких-то важных решений, а в плане того, чтобы подмечать, в какую сторону развиваются события, какие новости приходят, что люди, может быть, говорят. Не выпадать, в принципе, из тех событий, может быть, на злобу дня назовите, или мелких, может быть, каких-то бытовых вопросов. Как будто лучше вернуться именно к какой-то прагматике даже, нежели себе устроить глубокую философию, или, может быть, как воспоминание, как бы могло быть, но не получилось. Не просчитайтесь с деньгами всё-таки дважды. Это будет важно тоже. Я бы сказала, не время вообще тратить деньги. Ни одна карта. Ну, за исключением, может быть, королевы кубков. И то, про подарки мы говорим, но это больше касается любимых наших людей. А так, не говорят про какие-то траты. Личная жизнь, ещё старший аркан. Вы сами можете что-то поставить на паузу. Может быть, есть какая-то подвешенная ситуация, когда вам нужно определиться, а вы не хотите с чем-то. Или вы пока для себя не можете провести словно демаркационную лидию. Нужно вам что-то продолжать или нет. Может быть, и ещё какие-то тысячи неопределённостей по карте повешенного. Неторопливый ход развития событий, в принципе, поскольку неделя, она праздничная. Тут самое главное, знаете как, не оказаться в тупике, потому что по карте повешенного такое может быть. Мы, если чересчур застрянем в этой паузе, нам уже об этом не одна карта сказала, мы что-то можем упустить. Или в последующем, если не получалось для вас с чем-то определиться, жизнь ведь пройдёт всё равно своим чередом, то вполне вероятно, в последующем вы можете пожалеть, что вовремя тоже какое-то решение не приняли. Тут вы можете сами, кстати, или вам кто-то, может демонстрировать отстранённость. Именно по этой колоде карт. Посмотрите, человек, как будто он себя погружает специально в куб с водой, демонстрируя свои возможности. Вот какая-то демонстрация искусственная. А нам в этой, кстати, колоде карт говорят, а ты не переиграй с фокусами. Понимаете, вот тут есть такое значение. Очень тонкий нюанс. Переложите на то, что бы вы хотели осуществить. Или то, что для вас сейчас важно, что вы видите. И я повторюсь, тут просто эмоции вам могут помешать увидеть какую-то реальность, чего бы ни касалось. Хотя сама по себе неделя может говорить о том, что да, есть те вопросы, которые ещё пока стоят на паузе. Но вам всё равно, значит, это необходимо. Эта неделя, вот такие дни, для того, чтобы с чем-то определиться, я бы сказала так. У нас начинается с конкретики, более чем из сильной позиции. И в позиции скрыта, опять же, конкретная карта Короля Пентакли. Карта Совет. Что для вас на эту неделю? Давайте узнаем. Всё то, что я говорила, правда, карта трансформации. Самое главное, не застрять на этом погосте. Нам показан человек, который, ну, видно, что продолжительное время сидит, и нет закрытых дверей, врата открыты. И чем быстрее, тем выйдешь, тем будет для тебя лучше, нам говорят. Нет красок жизни, посмотрите, серый, унылый, мрачный фон. И человек держит часы, и нам дополняют эту карту значением, что время идёт из всех красок жизни, только цветы на погосте. Чем быстрее вы примете, что что-то завершилось, не быть в апатии, не быть, может быть, в том состоянии, когда события, которые вас очень разочаровали, больно ранили, или, ну, что-то произошло, на что вы не могли влиять. Не окунуться ещё раз в эти эмоции. И вот помните, наверное, что колодец глубокой философии, он имеет словно один билет в один конец. Погрузиться и незаметно всё глубже и глубже соскользнуть в эти самые эмоции всегда проще, чем потом вернуться из них. Вот как в этой карте встать и просто выйти. И как будто перед вами вот эта задача. Нет как такового прошлого, что-то закончилось. У вас сейчас идёт период трансформации. Это может быть достаточно сложный период, когда, правда, ещё прошлое или события прошлого, они вроде бы и закончились, а осадок у нас остался в душе. Оно ещё не отболело, не отгорело. Но, видимо, как будто себя преодолеть надо. И, правда, ну, собраться и идти вперёд у вас, потому что сейчас очень сильная позиция. А вы можете где-то застрять вот так. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.